Я думаю, он важен прежде всего как символ человека, который не покорился жесткому давлению от мировой монополии зла, то есть который возглавляет США и который привыкли, особенно после развала СССР, по своим лекалам устроить мировой порядок. То, что он и Куба в этом же регионе, а сейчас и президент Боливии и ряда других латиноамериканских стран стали выступать против однополярного мира диктата, это уже говорит о многом. И его роль здесь гигантская, потому что в этот период, за это десятилетие, которое он находился у власти, он подтвердил, что и один, и маленькая страна в поле воина, она не встала на колени. Мы не знаем, возможно, были использованы механизмы по его устранению, по его отравлению или еще что-то, потому что много возникает вопросов. Но тем не менее, он до конца жизни сражался и был другом России. Не раз приезжал здесь, говорил о том, что считает, что Россия как раз может возглавить второй полюс, вернуться к двуполярному миру, который гарантировал стабильность при СССР и США. И вот эта его роль, этот его вклад, я думаю, и был оценен нашим руководством.